Сегодня Наталья Асеева, председатель комитета по образованию, провела онлайн-конференцию с руководителями детских садов муниципалитета. На повестке дня открытие дошкольных учреждений с 6 июля в штатном режиме. Наталья Асеева подчеркнула, что в день выхода детей в сад их осмотрит медицинский работник из ЦРВ и выдаст справку непосредственно в детском саду. Справку о состоянии здоровья брать в поликлинике не нужно. Эту справку выпишут в детском саду. Но это будет сопряжено с графиком работы врача, и поэтому я прошу родителей отнестись с пониманием, если вдруг вас проинформируют, что врач, например, в детском саду, ну, по каким-либо причинам не окажется 6, а будет 7 или 8 числа. Все это делается прежде всего для безопасности детей. В этих же целях родители просят заходить на территорию детского сада в защитной маске. Каждое утро при входе на территорию детского дошкольного учреждения будет проводиться термометрия бесконтактными градусниками. Это касается сотрудников, детей и родителей. Перед выходом на работу сотрудники сада обязательно сдадут анализ на COVID-19. Мы очень просим переступать территорию детского сада в индивидуальной маске. Конечно, это не нужно делать детям. Малыши у нас свободны от этого. А вот педагоги, кто непосредственно будет работать с детьми, мы также будем настоятельно рекомендовать следить за тем, чтобы они все были в средствах защиты в индивидуальных масках. Особое внимание будет уделяться вопросу уборки и дезинфекции. Эти меры безопасности проводятся по регламенту с особым вниманием к дверным ручкам, перилам и другим контактным поверхностям. Генеральные уборки проведены, но закрытие детских садов в большей степени сопряжено не с проведением генеральной уборки, а с проведением ремонтных работ. Там, где это понадобится, мы родителей предупредим и, конечно же, предоставим уже дежурные группы в других детских садах. Но масштабных ремонтных работ в этом году мы не планировали. И детских садов, которые мы закроем на месяц или на два в связи с проведением ремонтных работ, у нас не планируется. Полное интервью с председателем Комитета по образованию Натальей Асеевой смотрите на YouTube-канале Раменского телевидения или на нашем официальном сайте ramtv.ru.